Привет, зритель! Давненько на камеру не снимала лицом в камеру, а не на телефон и по-быстрому без монтажа сразу на канал заливать. Короче, если тебе интересно, и ты при этом девушка, ну может и не девушка, но тебе тоже интересно, мало ли. Короче, на губах у меня Биттерн Эппл от Эйвен в таком матовом флакончике. Это подарок от подписчицы Лёлечки. Смотри, сколько я уделала. Вот сейчас на мне. Только у меня проблема, у меня такая кожа сушёная, тут что-то приболело малость. Ну как, простудилось, я вижу, полотенце, которое кошка уронила с сушилки. Ну ладно, я потом подниму. Короче, я позавчера ездила на велике. Видимо, это у меня случилось, закрытие сезона неожиданно так. Ну и замёрзла, как собака, лапы замёрзли перед мне, лицо обдуло ветром, спина вспотела в пальтишке и теперь я иногда чихаю. Ну, о чём я тут? Этот ролик будет посвящён, откровенно говоря, полноценному обзору заказов сезона. Это наконец-то пополнится плейлист Азон. Вот тут пакетики Азоновым. Все три штуки. Один не для меня, а другие все для меня. Так, нет на меня. У меня есть подруга, которая мне, когда у неё дыры, 8 марта случается у нас, или день Новый год, я её спрашиваю, что тебе подарить? И она мне говорит. Потому что, ну, как бы, обычно не угадаешь, ибо, во-первых, она любит мыльно-рыльное. Ну, как бы, полезные такие подарки. И, кажется, я вижу, где у меня кошка, потому что я сажусь, думаю, блин, а где хоть у меня кошка, так тишина, ничего нигде не прыгает, не грезёт. Но я сейчас вижу за камерой, ты-то не видишь, а я вижу, как шарик вот этот у домика подпрыгивает, а она, оказывается, забралась вот. Она наконец-то поняла кайф этого самого. Я, наверное, сейчас камеру даже на штативе прокручу. Вот, она наконец-то поняла кайф этого домика, привыкла к нему. Да, у меня тут полотенечки всякие, отчасти пижамки, и даже полотенечко, которое эта коза скинула на пол. И то бельё, которое я всё никак не поглажу, теперь на меня, лежит на полу и сидит на тубуреточке. В общем, она там играется. Ну, и как бы, подружка моя всегда что-нибудь хочет, иногда я пытаюсь предугадать, но стабильно попадаю пальцем мимо. То ей крем для рук приспичит большой флакон, то ей приспичит гель для душа, то ей приспичит шампунь, ну, как-то вот так, или бальзам для волос. В этот раз ей приспичила гель для душа. Я подумала, что вот у неё день рождения вчера было, а Новый год там через полтора, что ли, получается, месяца, ну, чуть побольше, через полтора месяца. Осторожно, Алиса, не трогай мне штатив. Вот вспомнишь, козла она тут. И я решила, что пусть гель для душа будет такой вот на день рождения, а на Новый год я ей что-нибудь другое подарю. И гель для душа я купила большой. Дрим натур гель для душа, дикая вишня. Я вообще не знаю, любит ли она дикую вишню. Я ориентировалась на отзывы. Кошка, не толкаешь таких. И, как бы, сейчас ещё в лозоне эти самые скидки распродажи. Тут 400 миллилитров. Сделан он 22.09.2021 года. Евротек. Россия. Влажняющий комплекс с маслами миндаля и органы. Вскрывать я его не буду, нюхать тоже 36 месяцев живёт. Потому что он, как бы, ну, в подарок, да. Я ж не некоторые, которые вскрывают, нюхают, а потом дарят. Поэтому вот. Для меня это останется загадкой. Но ты, зритель, если такой вот гелик юзал, можешь дать комментарии, типа, Лёля, такой крутой гелик. И, нет, я читала комменты на зону, но всё же, мнение зрителя тоже важно. Типа, я юзал такой гелик, но, возможно, даже с другим ароматом. И вообще это супер гелик. В общем, вот такой. Я что-то заказала 400 миллилитров, но я как-то не подумала, что такой большой гелик будет. Достаю сегодня на базе выдачи. Смотрю, там такой большой гелик. Вот это в подарок. Если она ко мне в выходные явится, то я её, ей задарю. У меня случилось несчастье. У меня была красная такая, красно-чёрная настольная лампа. И она приказала долго жить. Однажды не включилась. Я сначала думала, да ну, нафиг, нафиг мне эта лампа, то всё. А потом, думаю, иногда пять лампочек горит тут. Я печатаю, и мне не очень видно клаву, я пять сверху ещё вот сбоку включаю эту лампочку. Хотела на прищепке. Потом, думаю, иногда я ставлю лампочку на кухне. Но я заказала лампочки яркие с цоколем Е14. Я что-то лоханулась, надо было сразу померить. Посмотреть, какие у меня там на кухне лампочки. И заказала с цоколем Е20. Где тут оно? Какой тут цоколь-то, блин? Е27. Вот четыре такие лампочки на озон. 90 ватт. Две отдала ближнему родственнику. Две оставила себе. Ну, сейчас в деревню возьму, чтобы у меня там была яркая лампочка. И понимаю, что они у меня не подходят к моей люстре. Там три лампочки какие-то тусклые. Хоть на них было написано, что они яркие, на самом деле они тусклые. Короче, эти онлайн что-то там или как-то так, или эра, или ещё какая-то хрень. А это космос. Ну, я думаю, блин, вот так сидишь, темнотища. Я тут хотела записать обзор биоломикса наконец-то. А вечер был, темно. Хоть и три лампочки включено. И настольная лампа ласта склеила. Думаю, блин, мне надо нафиг всё-таки настольную лампу. Причём нормальную настольную лампу, а не эту прищепку. Потому что тут хоть можно компьютерному столу прищепить. А куда-то в другое место её уже не прищепить. И я заказала что-то подобное. Там у меня жила года три. Я её купила как раз, когда я в эту квартиру уехала. До этого была чёрная лампа. Она жила дольше. Но померла уже. Это практически один в один такая же, только белая. Думаю, ну сколько проживёт? Ну, год проживёт, ладно. А, у неё гарантия два года, смотри-ка. То бишь, если она вдруг сломается, то можно будет на зон написать. Чуваки, тут гарантия два года. Я даже пакетик этот оставлю. Надо только его убрать куда-нибудь. Тут у нас от минус 20 до плюс 40. Не более 60 ватт. Благо сейчас эти самые лампочки, сберегающие, долго играющие, меньше по мощности, но светят ярче. Вот она, наша лампа. Тут, как обычно, это у них, видать, у всех такой. Не то, чтобы дефект, но оно не посередине, этот штучек. У неё проводок не настолько длинный, как бы. Где-то и хочется, чтобы он длиннее был, но... Ну, да ладно. Когда я до этого смотрела, был вообще какой-то ширпотреб. И по отзывам там вот привёз, включила, и она сдохла на третий день, в лучшем случае. И я в итоге думаю, да ну нафиг, подожду, пока что будет на ватбисе. Тоже такая какая-то хренатень была. И тут что-то ткнулось, а... Когда я её заказала-то? И смотрю, вроде как приличные лампы. Японское приложенько включилось, а то я про него что-то забыла сегодня. А вообще, смотри, зритель, я вот как бы буквально полтора часа назад помыла волосы. Но у меня что-то вот очень давно такого не было, чтобы как бы волосы привыкли к шампуню. Вообще не помню, когда такое было. Тут Эйвановский, мне так нравится, он такой ароматный. От него волосы были пышные, раз вдвое суток мыла. А тут последние дни вот в таком состоянии, будто не промытая совершенно. Не знаю, что. И я решилась на такой отчаянный шаг. Я два года смотрела на Вайтбрис, на эту штуку, на Озон смотрела на эту штуку. Вот на Озон и заказала, а потом придёт, обозрёл. А чистотел, фирма такая, в общем, жидкая мыльная основа для приготовления шампуня, геля для душа, жидкого мыла. Ну, я, соответственно, именно для жидкого, для шампуня её заказала. И вот буду пытаться, она вот когда мне тут придёт? 15-го числа они глаголят, что она придёт. Так, заказы. Сейчас я гляну, когда я заказала эту лампу. Лампа, ты где? Во! 10-го числа я её заказала, и сегодня я её получила. Кстати, сейчас скажу, почём кайф на рынке. 329 рублей она. Вот, 329 рублей такая лампа. Сейчас, может, она, конечно, иначе стоит. А сейчас её и нет в наличии. Короче, в общем, обломинго те зрители, если ты решишь купить такую лампу, именно такую белую. Вот, вот. Сейчас, кстати, я вставлю в неё лампочку. Космос. И мы с тобой узнаем, как она работает или нет. У меня там сзади есть удлинитель. Забыла, блин, в какую сторону так. Круть-круть, всё никак не закручивается. Так, вроде закрутилась. Эх, надеюсь, нам добудет свет. И всё, ништяк. Надо сначала воткнуться. Ух ты! Да будет свет, и всё ништяк. Гигей. Круто! У меня теперь есть эта самая работающая настольная лампа. А то я тут как-то проснулась, у меня так хреново было. Настолько хреново, что пришлось включать свет и лежать со светом. Но так как у меня лампы уже не оказалось, а ночничок был совсем маленький, от него света, ну, вообще никакого практически. В ролейку вставляется такой, аналогика. То мне пришлось включить в итоге свет в коридоре, потому что сверху как-то оно светило больно уже в глазах. А теперь у меня есть лампа. Я, в общем, долго смотрела на фисташки без никто. Ну, как бы я никогда не пробовала фисташки без никто, они всегда были солёные. Жареные, солёные, как они вот, солёные, да, фисташки. А тут увидела фисташки без никто, сырые, сушёные или типа того. Ну, короче, не солёные, не жареные. И внезапно без шкурок. Я подумала, без шкурок они, сволочь, такие дорогие, 209 рублей за 100 грамм. Думаю, если мне понравятся фисташки без шкурок, то бишь не солёные, не жареные, то я потом куплю фисташки в шкурках, расшелушую их, мне будет кайфово, и у меня будут, как бы, это будет дешевле, чем фисташки совсем лысые. Фисташки очищенные сырые, а ещё бывают фисташки неочищенные сырые. Вот, если они мне понравятся, то я буду ещё и фисташки покупать. Фисташки сырые, без ГМО и консервантов. 100 грамм. 9 ноября сделанные. Изготовлено упакованно. 8 месяцев живут. Такой вот этой пупырки. Я помню, что АСМР. Когда я пойму, что я не хочу чихать, ну, когда я пойму, что я не буду чихать в момент, когда не надо чихать, я запишу это АСМР. Просто я тут несколько дней или сплю, и ничего не ем, только жидкость пью. Или вообще как АМЁВАР. Хотя меня уже вот так вот подмывало этот АСМР записать, всякие разные. Тут вот бот, пупырчатая плёнка в галетке, той, которая в галетке может быть. Нос чешется, но я не знаю, что с ну и чухну. Кошка хулиганит на стуле-столе. Вот. Интересные такие. Зелёно-фиолетовые такие. Даже такие какие-то лиловые. Зрители, если ты лопал фисташки без никто, дай знать в комментах. Типа, Лёля, это так вкусно и полезно. Особенно, если мне вдруг не понравится, ты скажешь, зритель скажет, Лёля, ты нишо не понимаешь колбасных обрезков. Как бы это вскрыть-то тебе. Блин. Может, я сподоблюсь, раз лампа-то теперь у меня есть. Я запишу сейчас ещё после этого. Обзорчик, как я делаю пасту. Кунжут на подсолнечную. Слушайте, так зафигачено, что хрен откроешь. Ну, с ножницами надо. Блин. Всё круто. Ну, блин, как это вскрыть? Видимо, надо вскрывать совсем вот так. А потом пересыпать куда-нибудь и завязать пакетик. Та-дам. Может, я, конечно, ими потом проникнусь. Но хорошо, что я взяла всего лишь 100 грамм. Что-то оно меня как-то не впечатлило. То-бишь, я поняла сейчас. Фисташки съедобные только, когда они с солью. Видимо, поэтому их и делают фисташки с солью. Если фисташки без соли, то их и жрать не захочешь. Даже если голодный будешь. Так себе. Попробовал. Спасибо. Не надо. А, тут у меня мусоринка всякая. Ой. Кошка что-то полюбила рвать пакеты для мусора. Вообще жесть. Ладно, она стала тырить в губки для мытья посуды. Тоже жесть. Но пакеты это вот. И я себе заказала большую баночку. Она по 296 сейчас идёт по скидке. Тут 60 грамм. Никому не издетут ничего. Пулиганка. Ладно, на вот тебе эту штучку. Помаду не трогай. И я заказала. У меня заканчивается там совсем на донышке чуть-чуть. Осталось, наверное, работа в пустых баночках. Это 30-граммовая Кайла Дживан. Я заказала себе 60 грамм Кайла Дживан. 296 он сейчас идёт. Это тот, который вот именно по лицензии на разрешение продавать за пределах Индии. С русской, по идее, должна быть инструкцией русскоязычной. Действительно русскоязычная инструкция. Там ещё есть за 500 с чем-то 120 миллилитров. Ну куда мне столько? Мне вот этого, думаю, вполне хватит. Мне, конечно, он очень быстро уходит. В отличие от моей родни, которой прилипало от меня тогда год назад 30 грамм этого бочоночка. Ну, я же тогда Ма Индия присылала на обзор 60 грамм и 30 грамм. Вот 30 грамм у меня отжали, до сих пор им пользуются, там всё хватает. А вот это как-то вот у меня, уже не знаю, какой по счёту бочоночек, которые я покупаю за свой уже счёт. Очень хорошая штука. Универсальная практически. Ну что, вот у меня этот. Да, кстати, 30 грамм сейчас стоит 233 рубля, но это как бы дороже, чем иногда у них. Так бывает акция такая, в шлэш распродажа или что-то в этом роде. И можно, там с доставкой чуть ли не на следующий день, можно заказать до 211 рублей. Последний раз 30 граммовый бочоночек я заказывала как раз за 211 рублей. Потому я решила, что выгоднее покупать сейчас вот эти 60 грамм. Вот такой вот обзор у меня заказов с этого самого. О, тут инструкция ещё к лампе. Руководство по эксплуатации. Июнь 21-го года изготовлено. Гарантийный талон. Надо это сохранить и брать куда-нибудь подальше. Чтоб и самой не забыть, и чтоб кое-кто не разодрал. И мусор я у тебя заберу. Мусорщица. Всем спасибо за просмотр. Если вы лопали фисташки без них, то дайте знать в комменты ваше мнение. Может что-то из них можно сделать, там перетереть или ещё как-то. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху. Продолжение следует.